Всем привет, с вами MusicMagTV, меня зовут Дмитрий и сегодняшний наш видеоурок посвящен MIDI-клавиатурам. Сегодня вы узнаете о том, чем они друг от друга отличаются, какие вообще бывают MIDI-клавиатуры, как их подключить правильно к компьютеру, как их подключать к железным синтезаторам и вообще, как они устроены и как они работают. Обо всем этом сегодня я вам и расскажу. Основные цели, которые достигаются с помощью этих устройств, их две. Первая, это и наиболее, наверное, употребимая, это использование софтовых синтезаторов в связке с MIDI-клавиатурой. Таким образом у вас компьютер работает как синтезатор, но так как у компьютера у нас есть только клавиатурка для набора циферок и мышечка, то это не очень удобно, конечно же, играть с помощью мышки на цифровом синтезаторе компьютерном. Для этого как раз и используются вот MIDI-клавиатуры. Ну а второй, самый распространенный способ использования MIDI-клавиатур, это использование их с синтезаторами без клавиатуры, с так называемыми звуковыми модулями. Использование MIDI-клавиатур с компьютером чаще всего используется обычный USB-провод, который передает MIDI-данные в компьютер. Такой вот совершенно обычный MIDI-шнур. Ну а для того, чтобы соединить, например, MIDI-клавиатуру с каким-то синтезатором, у которого нет USB-разъема, используется классический 5-пиновый MIDI-кабель. Самый, что на ней есть, классический, которому уже 30 с лишним лет. Работает это все суперстабильно и супернадежно. Итак, на что мы должны обратить в первую очередь внимание при выборе MIDI-клавиатуры? В первую очередь нужно обратить внимание, я считаю, на качество самой клавиатуры. Качество механики везде очень сильно отличается. И каждая клавиатура обладает, даже если они внешне очень сильно похожи, обладает очень специфической механикой. Бывают клавиатуры с полноразмерными клавишами, бывают клавиатуры с уменьшенными клавишами, бывают даже вот с такими вот клавишами, которые больше похожи на пэды и другие различные варианты. Бывают клавиши, больше похожие на кнопки. Клавиш может быть самое безумное множество. Я даже встречал MIDI-клавиатуры с клавишами, как у аккордеона. Кому-то может быть даже такое понравится. Естественно, в первую очередь визуально нужно посмотреть, удобно ли вам будет играть на маленькой клавиатуре. Если у вас большие пальцы, то, наверное, все-таки этот вариант не для вас. Но, с другой стороны, маленькие клавиатуры, такие как вот эта клавиатура M-Audio, они очень компактные, их можно засунуть практически в карман и отправиться с ними в любое путешествие, в любой клуб, достать из кармана и начать играть. Здесь нужно понять баланс между тем, насколько вам нужна компактность или же насколько вам нужна крупная настоящая клавиатура. Также еще один аспект, касающийся качества клавиатур, это непосредственно именно качество самой механики клавиатуры. Бывают три вида механики, как вы, наверное, знаете. Это синтезаторная обыкновенная механика, полувзвешенная механика и взвешенная. Синтезаторная механика – это самая мягкая механика. Если вы сталкивались с детскими синтезаторами, на которых обычно учат детей сольфеджио или что-то еще подобное, может быть, у вас валяется где-нибудь в загашнике, так сказать, то вот это вот у них как раз чаще всего установлена обычная синтезаторная механика. Клавиши легкие, нажимать их просто. Полувзвешенная механика – это, соответственно, чуть-чуть более тяжелая механика. Ну, а взвешенная механика – это механика такая, как на роялях, как на фортепиано, где находится молоточковый так называемый механизм. Клавиши при этом тяжелые, и для того, чтобы издать какой-то громкий звук, нужно очень сильно по ней ударить. Такая механика подойдет для тех, кто играл, например, уже имеет опыт игры на акустических фортепиано и хочет играть на миди-клавиатуре или синтезаторе так, как будто бы это фортепиано. Или, например, вы хотите использовать виртуальное фортепиано на компьютере, нет у вас денег на настоящий инструмент, например. Таким образом, как раз вот вы можете купить миди-клавиатуру со взвешенным механизмом и играть на ней так, как вы играете на акустическом инструменте. Следующий очень важный момент, это опять же касающиеся клавиатуры, естественно. Это размер самой клавиатуры. Тут тоже как бы есть очень много разных размеров клавиатуры, но есть общепринятые размеры, самые стандартные размеры, такие как вот эта вот клавиатура. Здесь мы видим две октавы, раз-два. Вот такая вот клавиатура. Здесь у нас четыре октавы, в два раза больше. И есть еще клавиатуры на пять октав и полноразмерные клавиатуры с 88 клавишами. Такие клавиатуры используются как раз для игры на виртуальных, например, или модульных каких-то фортепиано. Тут при выборе размера клавиатуры, опять же, нужно ориентироваться, насколько вам нужна компактная клавиатура или же вам нужен полный диапазон клавиш. Например, если вы планируете только забивать какие-то простые басовые линии и не умеете толком играть, то, может быть, вам и не нужна большая клавиатура. Можно взять вот такую вот небольшую компактную и этим ограничиться. Ну, а если же вы хотите какие-то прям пассажи играть, рулады, там все такое, или, например, в одной руке, чтобы у вас был супернижний бас, а в другой руке очень высокие звуки, то для этого подойдет клавиатура с более широким диапазоном. Далее, что еще у нас бывает у MIDI-клавиатур? Ну, вы, наверное, уже обратили внимание на все эти разнообразные кнопочки, ручечки, разные тут вот эти вот фейдеры, колеса и тому подобные вещи. Может быть, а может и не быть на клавиатуре. Вот, например, на этой минималистичной клавиатуре тут ничего сложного нет. Четыре кнопочки управляющие и ручка громкости. Никаких дополнительных контроллеров. Ну, вот, например, взять клавиатуру Akai. Здесь вы видите кучу разных контроллеров. Два колеса, ручки, пэды, очень много всего. Этому у нас будет посвящен отдельный видеосюжет. Но имейте в виду, что если вы планируете, помимо того, что просто вы будете играть на MIDI-клавиатуре, планируете еще и управлять тембром, например, или микшировать с помощью нее, или как-либо там сон-дизайном заниматься, то все эти вещи вам тоже наверняка понадобятся. Если же вы хотите просто играть на клавиатуре и все, то тогда это все, конечно, не нужно, и можно взять клавиатуру простейшую, без контроллеров. В ассортименте имеется вот такая замечательная клавиатура, очень доступная по цене. Здесь 4 октавы, это как раз-таки самый такой, общеупотребимый для электронных музыкантов размер клавиатуры. Никаких лишних контроллеров, только джойстик и вот такой вот ползунковый контроллер. Это наверняка идеальный вариант для тех, кому не нужно глубокое управление какими-то MIDI-данными, и кому нужна полноценная клавиатура. Далее мы поговорим об таких аспектах, которые в первую очередь в глаза не бросаются. Как я уже сказал, MIDI-клавиатура может быть связана с компьютером, либо с железным инструментом, MIDI-кабелем с 5-пинами, либо обычным USB-кабелем. У различных MIDI-клавиатур имеются разные порты. Вот, например, у компактных клавиатур чаще всего нет MIDI-разъема 5-пинового, потому что их корпус маленький, его тут просто негде поставить банально. Поэтому у них имеется вот такой вот самый обыкновенный MIDI-разъем. Либо вот такой маленький, как вот у этой маудио-клавиатуры, и вот здесь вот такой же, Kate Macmillan MIDI-клавиатура. Либо полноценный большой USB-разъем. Чаще всего на устройствах передачи данных используется вот такое квадратное USB. Вот. Посредством подключения этого кабеля мы можем подключить MIDI-клавиатуру к любому устройству, у которого есть USB. Например, если у синтезатора есть USB, то к нему тоже можно подключить по USB. Но чаще всего из синтезаторов USB-разъема нет, или, может быть, у вас даже есть звуковая карточка, у которой есть настоящие MIDI-пятипиновые разъемы, тогда вам не нужен этот USB-кабель, ни к чему он совершенно, а подойдет обычный 5-пиновый вот такой вот MIDI-шнур. Но имейте в виду, опять же, при подключении MIDI-клавиатуры по USB, она получает оттуда еще и питание. То есть вы по USB передаете данные, плюс по USB она подключается и запитывается. Но если вы подключите обычным MIDI-разъемом, то питание по нему поступать не будет, и нужно будет либо запитывать USB вилку, либо все равно подключать к компьютеру, либо покупать специальный блок питания отдельный еще. Это нужно тоже все учесть. Очень часто и в большинстве синтезаторов, виртуальных и настоящих железных, общеприняты вот такие вот колеса. Это уже классическая тема. Она уже лет, как, наверное, 50-60 существует. Здесь стандарты могут меняться, но все равно классически принято именно вот два колеса. Первое из них – это колесо высоты тона, с помощью которого можно делать подтяжки. Такие, как на гитаре, например, когда играете, струну подтягивает пальцем. Так называемые бенды. Оно повышает и понижает высоту того звука, который вы играете. И второе колесо – это модуляционное колесо, которое назначается на любой параметр модуляции, и вы тем самым можете модулировать очень быстро здесь слева какой-то параметр, например, фильтр. У каких-то клавиатур, опять же, эти колеса есть. У других этих колес, как вот здесь, нет. У вот такой клавиатуры Innovation тут вообще вместо колеса установлен четырех-позиционный джойстик. Налево-направо здесь передается высота тона бенды, а вверх-вниз передается модуляция. Также дополнительно здесь имеется вот такой специальный сенсорный экран, который передает сообщения по диагонали, по вертикали и по горизонтали. Любые, какие вы сюда назначите. Если вам нужны эти возможности, а чаще всего они понадобятся, для тех, кто использует виртуальный синтезатор, они точно понадобятся. Если вы, например, планируете использовать виртуальные копии классических инструментов, фортепиано, скрипки или еще что-то, там, где не нужны вот эти все колеса, тогда вам подойдет обычная миди-клавиатура без колес. Еще одна возможность, которая имеется у некоторых миди-клавиатур, это так называемый параметр после нажатия, называемый также автотач. Что же это такое? Некоторые клавиатуры оснащены этим параметром, очень легко понять, есть ли он в клавиатуре или нет, достаточно нажать на клавишу и чуть-чуть продавить ее еще сильнее. Если вы чувствуете, что клавиша идет дальше, значит, параметр автотач имеется. Но чтобы не ломать клавиатуру и не вызывать какие-нибудь там конфликтные ситуации с продавцами, лучше, конечно, сразу спросить, а есть ли у этой клавиатуры автотач? Итак, что же и зачем же он нужен вообще, этот автотач? Автотач — это модуляционная возможность, которая позволяет, помимо того, что вы просто играете на клавиатуре, еще и моделировать звук прямо пальцами, не крутя дополнительно какие-то ручки. То есть простым надавливанием на клавишу дополнительным вы промодулируете какой-то любой параметр, который сами пожелаете. Таким образом можно играть какие-то вещи, какие-то мелодии и одновременно модулировать звук. Эта возможность может понравиться тем, кому не хочется отвлекаться от игры и отнимать свои руки, так сказать, от клавиатуры. Чаще всего она используется опытными клавишниками, поэтому для начинающих продюсеров, может быть, эта функция и не нужна. К тому же она присутствует в основном на дорогих клавиатурах, таких как вот эта вот клавиатура Атакай. Итак, что нам понадобится для того, чтобы подключить MIDI-клавиатуру к компьютеру и использовать ее с софтовым синтезатором? В первую очередь упомяну о том, что софтовые синтезаторы бывают двух видов. Это стендалон синтезаторы и VST синтезаторы. Стендалон синтезатор работает отдельно, это отдельная программа, она ни от чего не зависит и запускается, и работает отдельно. Ну а VST синтезаторы работают только внутри оболочки какой-то другой большой программы, например, секвенсора или программы для звукозаписи. Сегодня я буду демонстрировать вам подключение именно к стендалон синтезатору, который чаще всего используется музыкантами, которые используют компьютер в качестве синтезатора. Ничего не записывают, не делают треков, а именно играют с помощью компьютера. Нам понадобится, собственно, компьютер, MIDI-клавиатура. В качестве MIDI-клавиатуры у нас сегодня используется вот такая небольшая двухоктавная MIDI-клавиатура ESI. Здесь есть стандартный набор крутилок разных, двухоктавная клавиатура и колесо высоты тона. Ну и, конечно же, нам понадобится USB-провод. Для того, чтобы подключить клавиатуру, в первую очередь мы подключаем клавиатуру, мы подсоединяем к ней USB вот сюда, ну и с другой стороны USB-шнур мы подсоединяем к свободному USB-разъему компьютера. Вот так вот мы это делаем. После этого мы включаем клавиатуру. Видим, что она включилась. Компьютер после этого, если вы в первый раз подключаете клавиатуру, компьютер должен определить ее, либо установить драйвера, либо, если драйвера не нужны, то все заработает сразу. В данном случае у нас все заработало сразу. Мы открываем после этого наш стендалон синтезатор. В качестве примера мы используем синтезатор SuperSonic O3. Это бесплатная версия синтезатора. В первую очередь нам нужно настроить настройки MIDI-in. Здесь вот мы видим вкладочку MIDI-in. И здесь мы должны выбрать вот нашу MIDI-клавиатуру. В данном случае это ESI K-Control 25XT. Также доступен вариант клавиатуры компьютера, который тоже можно использовать как MIDI-клавиатуру, но это не очень удобно, поэтому мы выбираем клавиатуру ESI. Далее аудио-настройки. Здесь мы выставляем нашу звуковую карточку. В данном случае мы используем приложение ASIO For All, которое позволяет избежать задержек во времени при воспроизведении звука, даже используя обычную штатную встроенную звуковую карточку. Это тоже очень важный нюанс, потому что если вы не будете использовать ASIO драйвера, то вы услышите и почувствуете ощутимую задержку звука. То есть звук будет не сразу воспроизводиться, как на классических железных синтезаторах, не сразу после нажатия клавиши, а с небольшой задержкой. И это очень неудобно. Поэтому мы используем вот программу ASIO For All. Программа ASIO For All бесплатная, можно ее скачать с сайта. Либо, если вы хотите, чтобы все было по-серьезному, то стоит задуматься о покупке какого-нибудь качественного аудиоинтерфейса, который тоже позволит избежать всех этих проблем. После того, как вы все верно и точно настроили, клавиатура должна заработать. Вот в данном случае она у нас подключилась, и все работает. Ну а вот так вот работает колесо высоты тона, для тех, кто не знает. Что же нужно сделать, чтобы подключить MIDI-клавиатуру к железному синтезатору? Вот у нас здесь представлен вот такой вот небольшой компактный синтезатор Cork Volca с MIDI-портом. USB, вы как видите, здесь нет, зато у него есть встроенный динамик. Таким образом, нам не понадобится подключать никакого аудио. Вот, чтобы подключить к нему MIDI-клавиатуру, нам понадобится классический вот такой 5-пиновый MIDI-кабель. И нам понадобится USB-кабель для того, чтобы запитать клавиатуру. Вот с такой вот вилкой. Вместо вилки можно использовать любое устройство, которое подает ток на USB. Например, в некоторых удлинителях есть USB-вход, или можно подключить USB к компьютеру. Ничем мешать это работе с синтезатором не будет. Итак, сначала мы подключаем MIDI-кабель. MIDI подключается из выхода во вход, из входа во выход, как я уже упоминал. Таким образом, здесь у нас есть MIDI-выход, MIDI-out. Мы подключаем кабель. А в синтезаторе у нас есть MIDI-in, MIDI-вход. К нему мы тоже подключаем кабель. Ну и осталось запитать MIDI-клавиатуру с помощью USB-шнора. Компактные синтезаторы Cork Volk работают от батареек, поэтому нам не понадобится блока питания никакого. Здесь вот внутри установлены батарейки. Таким образом, единственное, что его связывает с внешним миром, это вот как раз MIDI-соединение с MIDI-клавиатурой. Включаем синтезатор, включаем MIDI-клавиатуру. Собственно, все. При подключении MIDI-клавиатуру к синтезатору могут возникнуть дополнительные отдельно взятые трудности, такие как настройка MIDI-канала, передача определенной MIDI-данных. Это есть в некоторых MIDI-клавиатурах, есть в некоторых сложных синтезаторах. Но если, например, вы используете такую вот простую MIDI-клавиатуру без экрана, без памяти, как вот эта, или если используете простой однотембральный синтезатор без памяти, опять же, то никаких дополнительных сложностей не возникнет. Если же вы будете использовать MIDI-клавиатуру с возможностями сохранения пресетов, если вы будете использовать сложный мультитембральный синтезатор, могут понадобиться дополнительные настройки, о которых мы сегодня не будем говорить, а упомянем в отдельном видеоуроке. На этом наш видеоурок закончен. Если у вас возникли какие-то отдельные вопросы, обязательно обращайтесь к нам, приходите в наши салоны, пробуйте наши MIDI-клавиатуры. Мы вам обязательно расскажем, чем отличаются все бренды друг от друга, на каких клавиатурах есть MIDI, на каких нет. Обязательно мы подскажем, какая клавиатура подойдет для подключения к железному синтезатору, какая не подойдет. Ну и, в общем-то, подписывайтесь на наш канал, дальше будет еще интереснее. Впереди вас ждут более подробные, более конкретные видеоуроки. Ну, на этом на сегодня все. Напоминаю, меня зовут Дмитрий, с вами MusicMagTV. Всем пока!